Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос посреди нас, хотя в народе в этот день говорят, Христос хрящается и видповидают на речце Йордане. А как поется в известнейшей и популярнейшей украинской калятке про некоего благочестивого Тоби, а еще третий праздник Святе Водохреща. И вот тут мы с вами опять должны сегодня сосредоточиться и ответить на важные вопросы. Так какой же сегодня праздник? Йордан, Водохреща, Крещение или наконец-таки вот такое вот название, которое заставляет задуматься. Богоявление. Мы почему-то очень, когда вот слышим эту приставку Бого, мы начинаем рассуждать подобным образом. Мы не богословы, это не наша сфера. Не будем лезть далеко в дебри, в философии. Вот наша задача посвятить воду, и поэтому для огромного количества людей сегодняшний день это именно Водохреща. Именно вот такая вот задача прийти с неким сосудом, получить святую воду, тем более вот в несколько праздников в году, когда мы можем нечто принести из церкви такое материальное, осязаемое и полезное, что самое главное. Что мы можем употреблять, зная, что оно помогает, защищает, поддерживает, питает и так далее и тому подобное. И получается такая небольшая, но очень трагическая внутренняя катастрофа. Нерасставленные приоритеты. И тем не менее, сегодняшний день, сегодняшний день, прежде всего, для каждого из нас, это день Богоявления. Почему ангелы обращаются к Богу в Ветхом Завете троекратным? Свят, свят, свят. Господь Бог Саваок. Почему нужно три раза произносить? С кем Господь советуется о создании человека? Неужели сам с собой или с ангелами? Почему очень часто в Ветхом Завете Бог о себе говорит во множественном числе? Вот эти вот загадки, они долгое время мучили ум пророков, ученых, философов, знатоков Святого Письма. И разрешение этого вопроса случилось именно на реке Иордан. Именно в праздник Богоявления. Вы знаете, раньше в древности Богоявление, Крещение и Рождество праздновались в один день. Так это ни странно, так это ни парадоксально. Такая традиция сохранилась в Духалкидонских церквях, в Армянской, например. И я пытался понять, в чем же дело, почему. Какие параллели. Почему у нас, несмотря на то, что есть некий временной разрыв, но Богоявление это все-таки третий праздник, который входит в цикл рождественский. Почему? А ведь между ними очень много общего. В Рождество Господь входит в этот мир. Он являет себя этому миру. На праздник Богоявления он не просто являет себя миром, но являет себя, как Бог Троица. С неба люди слышат голос сии, Сын мой возлюбленный. Они видят самого Сына, и они видят Духа Святого, Сходящего в виде Голубя. И очевидно, именно Богоявление должно быть для каждого из нас, дорогие братья и сестры, центральным смыслом сегодняшнего дня. Причем удивительно, то, как Бог приходит в этот мир. В Рождестве Он смиряется, принимая облик младенца. А сегодня, в день Крещения, происходит опять удивительное явление миру через смирение. Да, Господь является в Троице и отвечает этим на все вопросы, но Он склоняет голову перед Своим творением. Христос склоняет голову перед предтечей, как бы напоминая нам, что без смирения невозможно открыть врата Небесного Царства. И происходит странный такой диалог предтеча в большом смущении. Он говорит, я не могу себе этого позволить. Как это? Как это я сделаю? Я не достойен развязать тебе шнурок обуви. Ты хочешь, чтобы я тебя крестил? Я, мне нужно от тебя креститься. Но Господь произносит слова, так нам нужно исполнить всякую правду. И вот тут мнение богословов православных и протестантских расходится. Какую правду? Очень многие в современном мире полагают, что вот правда это обряд крещения, который Господь устанавливает таким образом. Но православное богословие категорически напоминает нам, что прежде всего крещение Господне. Это не то, что Сын Божий принимает крещение от Иоанна. Нуждается ли Бог в крещении и в покаянии? Нуждается ли Бог в очищении души от тьмы, греха? Никак нет, отнюдь. Что Бог производит в этот день? Что Он делает? Исполняется пророчество. Поколение пророков до Иоанна знали, слышали. Даниил даже установил четкий временной отрезок, 490 лет. Но никто не видел. И только лишь Иоанну предтечи было дано. Ему было сказано в откровении, что тот, на ком ты увидишь Духа Святого, тот есть Мессия. И это в этот день свершилось. Свершилось исполнение пророчеств. И Господь вошел в нашу жизнь не просто как философ, законоучитель. Он вошел как Бог в Троице. И дал нам сигнал. Креститься не просто в покаянии. Креститься во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ну и конечно же, никто не отметает того, что безусловным смыслом этого дня является освещение воды. Важнейшего естества, которое нас окружает, из которого мы состоим практически на 90%. Вещества, без которого жизнь невозможна. Вот в космосе бороздят космическое пространство, ищут везде воду. Удивительно. Мы водоискатели. И если где-то находят, радуются, вот-вот, значит, там может быть жизнь. И вот Господь входит в воды Иордан. Как я уже говорил, Он не нуждается в крещении, но мы нуждаемся в том, чтобы Он осветил это водное естество. Когда Бог родился в пещере, Он осветил подземное пространство. Когда Его ноги ступали по земле Палестины, Он осветил землю. Когда Он вознесся на кресте, Он осветил воздушное пространство. И своим вознесением Он продолжил это. А вот в этот день Он освещает эту важнейшую стихию. Более того, Он придает ей новое свойство. Вы знаете, я наблюдаю людей, которые прыгают в прорубь. У меня двоякие чувства по отношению к этому. Я в никакой мере не хочу никого осуждать. Но некое внутреннее противоречие, конечно, рождается. Я понимаю, что смысл праздника не в том, чтобы прыгнуть в прорубь, и это не день моржа. Но, с другой стороны, это показывает постоянное желание человечества к очищению. Человек подсознательно стремится очиститься. Он ищет этого очищения. Вот почему были ритуальные омовения в Ветхом Завете. Вот почему Иоанн Претеча крестил, погружая человека в воду. И вот сегодня, в день крещения Господня, Господь сообщает водному естеству новое свойство. Он освещает собой воду и делает ее способной омывать не только тело, быть не только неким символом духовного очищения, но облекать человека в новую, в чистую духовную одежду. Очищать нашу душу от греха. И вот вы сегодня обратили внимание на другие белые песнопения. Вместо святой Божьей пелось елицы во Христа. Крестистися во Христа облекостися. Это древняя практика. Это песнопение пелось, а в храме стояли в белых одеждах люди, которые подготовились к принятию крещения. И на этой службе они принимали святое крещение. Облекались, как я уже сказал, в белые одежды, которые не снимали на протяжении целой недели. Вот нам, дорогие братья и сестры, сегодня нужно подумать о том, чтобы постоянно обновлять эти одежды. Постоянно обновлять их, омывая их слезами покаяния, омывая их благодатью таинств. И постараться эти символические семь дней в светлых одеждах превратить в жизнь, в христианскую жизнь, облаченную во Христа. Ну и последнее. Я вспоминаю свою юность, свои первые шаги в церкви. Один из первых праздников Богоявления и Крещения Господнего. Я решил, что моя задача, это взять большой 20-литровый бутер и привезти, осветить воду. Ну куда же поехать за воду? Естественно, в Афлоровский монастырь. Там вода гораздо более святая, чем в других местах. Намоленная. За час дали другие, я приехал туда, а там очередь, праздник был все-таки. Я подумал, врешь, не возьмешь меня так просто. Я выставил эту очередь, я уже видел по часам, что давно идет литургия. Но я был твердо уверен, моя главная задача привезти воду. И я с ней справился. Я принес, привез на кровчучке с колесами огромный этот баллон стеклянный с водой. Очень устал. Успел как раз в аккурат к водосвятному молебну, к Великой Агеасме, к освящению. И сказал сам себе, ну вот, с главной задачей я справился. Но как-то вот не покидало долгое время чувство, что чего-то я все-таки в этот день не сделал. И вот прожив какой-то отрезок времени, сейчас я прекрасно понимаю. Ведь была литургия. Была, предлагалась нам всем та живая вода, про которую Христос говорит. «Я дам вам другую воду, которую вы будете пить и не будете жаждать вовек». И вот я, дорогие братья и сестры, желаю каждому из вас, конечно, пусть сегодня в дом войдут сосуды с Великой Агеасмой, со святой водой. Пусть она помогает нам освящать все пространство нашей жизни благодатью Христовой. Но давайте, дорогие братья и сестры, сегодня сами превратимся в сосуды. Не хрупкие, стеклянные, а прочные, прочные сосуды, укрепленные верой, надеждой и упованием. И давайте наполним эти сосуды благодатью Божьей. И пусть эта благодать позволит нам, пройдя наш земной путь, наследовать Царство Небесное. Аминь.